Саламу алейкум, шейх. Валейкум саламу. Вопрос. Люди часто говорят, что я еще не очистился от грехов и не готов для того, чтобы принять ислам и совершать намаз. Часто мы слышим этот вопрос касательно того, что я пока не готов прийти в религию и начать намаз, так я слишком много грешу. Человек должен сделать правильный выбор в этом мире. До каких пор ты будешь продолжать грешить? До каких пор ты будешь сам себя отмануть, что я не готов? А может, никогда не будешь готовым? А может, ты вообще к этому не придешь? А жизнь идет. Жизнь идет. Как сказали ученые, время как меч, острый меч. Или ты с ним порежешь, или она тебе порежет. Время так. И как сказали другие ученые, о человеке, знай, что ты это время, которое истекает, которое уходит. Каждая минута, каждая секунда, и каждый час, и день, и ночь, и месяц, и год. Это есть ты. Ты состоишь из этого. Каждый раз, когда уходит что-то, уходишь ты. И придет время, когда уйдет последняя пылинка. И этим-то заканчивается время. На самом деле так. От этого ясно видно, что это нарушение от шатана. К некоторым шатанам приходят, говорят, не торопись, еще до пенсии много. Вот поживешь лет 60, выйдешь пенсию, пойдешь, сделаешь паломничество в Мекку, в хадж, ма-на-ша-а-лах, очистишь себя, потом все будет отлично. А некоторым шатанам говорят, что не торопись, ты еще совсем молодой, вот немножко постареешь, потом все будет отлично. Это на ущелье от шатана. Как будто он тебе принес бумагу, где точно предсказано, когда у тебя будет последняя последняя секунда твоей жизни, последняя часть. Когда человек этого не знает, как он может обмануться этому? Человек не знает, когда придет его смерть. Кто тебе дает гарантию, что дверь из этой мочи выйдешь здорово, чтобы ничего не случится? И иногда человек бережет себя, как может больше беречь. Он идет не посередине асфальта, идет по самому краюшку. Но Аллах иногда предписал аджар. Происходит интерес автомобильной катастрофы и вылетает что-то оттуда и прям этому человеку, который очень сильно себя стирикал и бьет на смерть. Бывает, не бывает? Бывает. Иногда человек водит автомобиль, очень культурно водит, боится, что с ним что-то будет, какая-то катастрофа. И вдруг вылетает большой кирпич из грузовой машины, которая ведет кирпичи и летит со скоростью, прибивает лобовое стекло и убивает насмерть. Было, не было. Произошло недавно. Иногда человек идет близко к стене, подальше от автомобиля и приходит один авточник, который делает резкий маневр, чтобы поднять автомобиль на два колеса, как это произошло на поспаку в одних деревнях. И автомобиль очень сильно повернулся. Нет, он даже не перевернулся. Он просто взял этих людей, которые возле стены ходили, приезжал к стене насмерть. Кто тебе дает гарантию, шанс, что ты доживешь до пенсии до 60 лет, поставишь, и что после этого еще тебе решат? Разве те принесли и показали сколько тебе написано жить? Отсюда ясно, что это что? От шейтана. Аллах сказал в Коране ха-шак-сура или что-то сделал грешное, когда резко приходит Иваджан, смерть, шейтан говорит ему, я здесь ни при чем. Я боюсь Всевышнего, Аллаха Господа миров. Шейтан ему говорит, как будто издевается над ним. И уходит. Тогда этим человеком бывает хасрат, то есть очень обидно, и слишком поздно. И так он, и тот, кого он послушал, оба они будут в окне. Я думаю, Аллах. Таким образом, шейтан человека отмомает. Человек говорит, что я не могу прийти в религию, потому что я должен совершать грехи. Субхан Аллах. Если бы он задал себе вопрос наоборот, я должен когда-то умереть. Да? Это правильный вопрос. Придет Аджаль мой. Да? Я должен в могиле спать один. Я должен ответить на вопросы двум ангелам. на Киеву-Мункер. Я должен пристать перед Аллахом, Господу миров. Я должен переходить над циратом, который, да, перейти в мост, который острее, чем меч. Я должен стоять и отвечать на вопросы, которые будет задавать мне Всевышний Аллах, Господу миров. Вот это есть то, что ты должен. А не то, что я должен грешить, для этого я не могу прийти на масс. Правильный вопрос. Я должен когда-то умереть. Я должен когда-то в гробу ждать свой, да, судный день. Или огонь, или мир с Аллахом мне покажут. Я буду отвечать на вопросы на Киеву-Мункер. Я должен через сират проходить. Я должен перед весами стоять. Я должен отвечать на все вопросы, которые задаваются Аллахом. Вот это ты должен. А не то, что я не могу прийти в намаз, я не могу очиститься, не могу прийти в религию, потому что я должен грешить. Нет, ты не должен. Впрочем, ты не имеешь права грешить. Не для этого тебя сотворил Аллах Всевышний. Аллах, за вау-жал, тебе зачем сотворил? Я сотворил джиннов и людей не иначе, как мне поклонялись. Только для этого. Что такое поклонение? Поклонение, эти слова, это обряды, это фыриль, харакаты, действия, всем, чем довольствует Аллах. Это называется ибадат. То, что ты идешь и ухаживаешь за родителем, это тоже ибадат. Это как ибадат, как поклонение. Да, Аллах пишется. То, что ты женишься, а не идешь прелюбодиане делать, это тоже считается ибадат. Ты мог бы пойти туда налево, но когда ты пошел направо, это уже ибадат. То, что ты не воруешь, а утром идешь и весом возвращаешься, справленный риск, чистый, да, риск уделом, да, это ибадат. Я сотворил джиннов и людей не иначе, как мне поклоняешься. То есть, все, что довольствует Аллах этим, да, риза Аллах, аззава чал, это считается ибадат. Ибадат у нас есть определенные обряды, да, которые тоже считаются ибадат, и эти вещи тоже считаются ибадат. Когда человек из дома уходит, идет искать рызык, удел, это тоже и является ибадатом. Аллах сотворил для этого. И сотворил тебя, чтобы красть, или там прелюбедян делать, или там грабить, воровать, или там что-то еще такое. И для этого сотворил Аллах, азава чал. Таким образом, надо что сделать? Знать, что человек должен, в конце концов, прийти и очиститься. А то, что казать, я этого не смогу сделать, ты сможешь это делать. Это научение шаритана, восприятия шаритана, он тебя пугает, что ты это не сможешь сделать. У тебя прекрасно получится. Ты только подходи. Если ты подойдешь к стопам, Аллах, азава чал, к тебе больше подойдет. Больше подойдет. И самые худшие люди в джаглии, они бывают самые лучшие в исламе. Это этар, который передали сподвижники. Самые худшие люди в джаглии, они превращаются в самые лучшие мусульманы в исламе. Это на самом деле в истории тоже так можно увидеть. Надо прийти, и надо помолиться, и надо покончить со всеми этими грязными делами. И тогда Аллах, азава чал, облегчит. Аллах, азава чал, обещает тому, который оставит все грязное на пути Аллаха, все греховное на пути Аллаха, Аллах, азава чал, обещает ему занять это лучше. Как сказал пророкус Аллаху в салфе, в хадисе Масаха, кто будет воздержанным и скромным сделать это ради Аллаха, Аллах его увеличит. Посмотри, что отсюда идет, какой-то будет. Если человек ради Аллаха оставляет гордость, гордыню, в сахамире, да, ради Аллаха это оставляет, Аллах его возвышает, его поднимает. И ты это почувствуешь, когда ты придешь в религию Аллаха и оставишь все, что не нужно, джахили и неверные те будут уважать. Они будут проходить мимо тебя с большим почтением. Почему? Потому что Аллах, азава чал, почтет тебе нур. Этот нур, свет, он поставит тебе на сердце и этот нур у тебя будет сиять на лице. И Аллах, азава чал, тебе даст ауру, да, которую ты, когда будешь проходить позже людей, они, хотя не хотят тебя, будут тебя уважать. Аллах, азава чал, дает только верующим. Только верующим. Когда человек приходит в веру, в веру в ислам, его все грехи прощаются. Он бывает очень чистым. Для этого у него вера будет очень высокая. И нур у него бывает больше. как он человек со всем белыми страницами. Аллах, азава чал, ему помогает. Мен тавава алиллахи, рафаа, кто будет воздержанным и скромным сделать это ради Аллаха, Аллах его поднимет. Какой будет хадис маххуму аль-мухалифа, если посмотреть хадис задом наперед, наоборот, что получается? Кто будет высокомерный, несмотря на то, что Аллах этого не любит, Аллах его унизит. И так и происходит. Те, которые будут высокомерны, вот, когда ты говоришь, я должен гречить, это что такое? Это ясное высокомерие против Господа миров. Я буду гречить, я хочу гречить, я не могу упраться, я не могу намазать, так и у меня еще грехи. Субханалла, против кого? Россиян, высокомерие против кого? Против Джаббар. Тот день, когда Аллах возьмет все земли и написав в руки между пальцем и скажет Айна Аль-Джабабира Айна Аль-Мулук Ана Аль-Малик Ана-Дайян это хадис достоверный, когда Аллах заберет все небеса и все земли на палец и скажет где короли, где высокомерные, где Джаббабира, то есть высокомерные, грозные, сильные тираны и скажет Айна Аль-Малик я истинный владыка Ана Аль-Дайян я тот, который отчитывается перед ним. Что ты будешь один делать? Знаешь, что будет с тобой? Ты будешь митля дарра меньше муравья, в поту под ногами людей, так как Аллах обещает те, которые были высокомерны в этом мире, Аллах их воскресит меньше муравья. Они будут под ногами людей, в поту. за то, что они приобрели своими руками. Как в хадисе, наказание и награда с того, с чего он это делал. Когда он был высокомерный, Аллах его унизил. Когда он был скромный, воздержан, Аллах его возвеличил. Надеюсь, на этом ответ достаточно. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...